Мне 46 лет. В прошлом году я весил 92 килограмма, сейчас я вешу чуть меньше 80, потому что активно занимался бегом и прочей полезной физкультурой. За моими плечами есть небольшой бэкграунд бойцовский. В основном каратэ, потом какое-то время переучивался на кикбоксинг. Сейчас я иду в спортивный клуб 495 на Ходынке, чтобы проверить свое функциональное состояние. Сегодня мы проведем тренировку на функциональный тренинг. Сначала начнем со скакалок, сделаем небольшую разминку, разомнем мышцы плеч, мышцы ног, сделаем небольшую растяжку и сегодня будет у нас маленький спарринг. С моим участием и участием еще одного у него ученика. То, что вы видите, это пришло в бокс из кроссфита. На каждое упражнение отводится один раунд. Вы видите за моей спиной справа на стене электронный прибор, со временем который выполняет роль электронной ладони. Эти упражнения делаются без перерыва. Очень хорошо укрепляют пресс, мышцы ног, взрывную силу. И после этих упражнений у меня, если честно, были напряжены мышцы задницы. Так что, девушки, эти упражнения точно для вас. Сейчас то, что ты можешь, мы проверим на ринге. Вот, соответственно, сейчас мы сделаем маленький учебно-тренировочный спарринг. Вот, и проверим, что оно осталось, что еще есть, что еще к чему стремиться. Ну, тут вы сами все видите, да, это игра в кошки-мышки, и понятно, кто здесь кот, а кто мышка. Довольно тяжело после длительного перерыва надеть перчатки и снова выйти на ринг. Такое ощущение, что тело твое рассинхронизировано. То есть, руки, ноги и корпус действуют автономно. И хотя, вроде бы, мозг посылает сигналы твоим мышцам, что вот здесь нужно сделать уклон, здесь нужно выбросить там левую или правую руку, но мышца откликается очень медленно или неохотно. В движениях появляется некая такая буратинистость. Ну, я считаю, что, наверное, нет смысла расстраиваться и думать, блин, наверное, я все растерял. Нет, это все можно, мне кажется, восстановить. Просто на этом потребуется гораздо больше усилий, времени и терпения вашего и, соответственно, вашего тренера. Немного больно. Во втором раунде, естественно, я поплыл. Ноги перестали ходить и руки перестали двигаться. Ну, вы это и сами видите. Эффект буратино только усилился. Второй раунд, я думаю, я выстоял только благодаря подбодриванию своего тренера Андрея и тому, что он давал мне фактически работать. Очень хорошо до первого спарринга. Самое основное, что мне понравилось, то, что ты два раунда выдержал. Вот, это одно из основополагающих, это выносливость. Соответственно, технику мы еще привьем. Немножко не хватает арсенала именно в плане техники. Вот. Немного не чувствуешь дистанцию. Ну, на самом деле, об этом говорить... Рано, да? Рано. Потому что, ну, во-первых, сколько я занимаюсь боксом, каждый твой удар для меня, в принципе, понятен будет. Поэтому и приходит, ну, и получается уходить от ударов и примерно предсказывает что-то. Вот. Нужно чуть-чуть больше работать корпусом, чуть более активно проводить свои действия в атаке. То есть, ну, такой момент, я думаю, ты со мной согласишься. Потому что ты как много стеснялся из серии, ну, а вот, ну, и, пожалуй, ладно, я попробую. Вот. Если, соответственно, этот момент убрать, то вполне все будет неплохо. Следующим моим спарринг-партнером стал еще один ученик Андрея, Юра. У нас получилось весело и задорно. Мы попадали друг другу в тыкву. И в итоге даже закончилось легкой формой нокаута. В общем, смотрите сами. Куда я вас точил? Пресс цыкачет. Приготовились. А это мои любимые упражнения Завершающая закачка пресса в самом конце тренировки Которая доводит до изнеможения После которого выползаешь из зала Хорошо, что я качаю пресс 3-4 раза в неделю Итак, прошли сутки с момента тренировки И есть возможность осмыслить то, что было вчера Тренировка не то, чтобы она тяжело далась Но выход из нее был тяжелый Мне сегодня даже пришлось отменить традиционную пробежку Было состояние очень близкое к ознобу Это уже знакомое состояние перетренированности В следующий раз я с собой на тренировку возьму кардиодатчик Который я использую при беге на улице Мне просто очень любопытно посмотреть Какие нагрузки испытывает наше сердце при занятиях боксом Я думаю, что в принципе мне той выносливости Которую я наработал за год Мне ее хватило Отрывочные тренировки на улице Отработка ударов по шинам И какая-то работа в домашних условиях перед зеркалом На самом деле ничего общего с реальным боксом не имеют И спарринг это показал С возрастом скорость, конечно, очень значительно падает И ты вот понимаешь, что в эту точку надо пустить руку А ты не можешь Она просто туда не летит Ну а сейчас я вам говорю пока Я сегодня буду отдыхать Сегодня пятница Занимайтесь спортом, боксом, бегом Только самое главное не сидите на месте Субтитры сделал DimaTorzok